Ну что ж, уважаемые коллеги, у нас тут в главном корпусе прозвенел звонок, у кого как я не знаю. Я рад вас приветствовать на второй лекции курса физметодов. Итак, что, собственно говоря, хочется сказать? Хочется начать, конечно же, с организационного объявления. Организационное объявление состоит в том, что следующей лекции, следующей за нашей лекцией, лекции по биофизике у вас не будет по техническим причинам. Значит, Павел Викторович Башкиров потом это каким-то образом компенсирует. Вот, на этом, собственно говоря, организационный момент заканчивается. Можем мы уже переходить непосредственно к делу. Итак, как я и обещал, в начале каждого раздела небольшой анонс литературы. Я не помню, в прошлый раз делал я такой анонс или нет. Ну, собственно говоря, коротко. Итак, в первую очередь рекомендуется там, так сказать, наша внутренняя методичка под названием «Погрешности измерений» автор Максимович Александр Витальевич. Методичка очень старая, в общем-то, выдержала всего одно издание, второе издание еще пока не было подготовлено. Так или иначе, ну, пособие вполне себе содержит весь материал, который мы здесь излагаем на лекциях, и, в общем-то, ничего особенного, там, так сказать, особо страшного в нем нет. Но так же, как и все методички, там, так сказать, все методические пособия, в общем-то, не представляет, так сказать, ну, не является какой-то такой полноценной литературой. То есть это такая, там, сухая выжимка какого-то материала, вот, так сказать, поэтому в качестве такого основного учебного пособия, конечно же, не рекомендуется. Равно как и следующая книжка Джон Тейлор «Введение в теорию ошибок». Прекрасная книжка, отлично гуглится, вот, ею завален весь интернет. В огромных количествах, даже в библиотеке «Лучшего вуза страны», она есть в каком-то количестве, можно взять в библиотеке. Значит, книжка примечательна чем? Ну, примечательна тем, что это, в общем-то, художественная литература. Это книжка, которую можно просто взять и почитать перед сном, вот, или, наоборот, с утра, или еще когда-нибудь. Вот, читается легко, непринужденно, в ней находится огромное количество примеров, такой небольшой дисклеймер. В общем-то, некоторое количество задач по этой теме, которые мы предлагаем к решению в нашем курсе, вот, было взято из примеров, которые приведены в этой книжке. Значит, книжка Гмурман «Теория вероятности и математическая статистика». На самом деле, по большому счету, там, как бы, здесь имеется в виду любой учебник по «Теории вероятности и математической статистики» вам в помощь. То есть, тот, который вам привычно читать, или который нравится. То есть, там, может быть, там, учебник, который вы читали, когда изучали курс «Теория вероятности», например, там, «Гнеденко» или еще там какой-нибудь. Вот, в принципе, сгодится любой. Так сказать, читайте и наслаждайтесь. Значит, Кунца-Маркин. Две книжки. «Методы физических измерений» и «Основы теории обработки результатов измерений». Все то же самое. В принципе, любое учебник по метрологии может скрываться под этим названием. Вот. Значит, эти книжки рекомендуют просто потому, что они более или менее соответствуют нашему курсу. Значит, книжка «Пергамент. Методы исследований в экспериментальной физике». Я уже в прошлый раз говорил. Это, так сказать, есть у нас не то чтобы родственный, но близкий по духу курс, который читает на факультете «Проблем физики и энергетики». Я не знаю уж, как там сейчас это распределилось в рамках внутри школы с романтическим названием «ЛФИ». Вот. Но, значит, это хороший курс, который как раз в отличие от нашего курса, он посвящен не столько там конкретным методам исследования объектов, сколько, так сказать, методам планирования построения физического эксперимента. И, в общем-то, эта книжка рекомендуется для того, чтобы разобраться как раз с основами. Значит, книжки «Искусство схемотехники» автора Хорвиц Хилл этой книжки я пел хвалебные песни на прошлой лекции и продолжаю петь. Так сказать, всем настоятельно рекомендуется эту книжку почитать, ну, хотя бы для того, чтобы понимать, что представляет собой физически то, что мы, так сказать, рисуем на бумаге в виде электрических, электронных и прочих схем. Вот, значит, учебник Сивухина, равно как и любой другой учебник по общей физике, настоятельно рекомендуется, ну, собственно говоря, применительно к нашей сегодняшней лекции. Это в первую очередь том, том третий электричества. Вот, по секрету скажу, что третий том Сивухина – это моя любимая книжка из собрания сочинений Дмитрия Васильевича Сивухина. Вот, поэтому очень часто к ней люблю возвращаться. Итак, ну, собственно говоря, теперь давайте перейдем непосредственно к делу. Собственно говоря, у нас с прошлого раза остался должок. Я обещал, там, так сказать, произошел небольшой косяк с изложением темы про интеграл ошибок. Ну, собственно говоря, я думаю, что на семинарах вам это уже рассказали. Но, на всякий случай, все-таки хочу заострить внимание на этом. И не столько на механике процесса, сколько я там уверен, что все эти выкладки по учебникам, по методичкам вы повторите. Вот, здесь, собственно говоря, все достаточно просто. То есть мы берем все рассуждения про интеграл ошибок, они строятся на том, что мы, собственно говоря, берем распределение Гаусса, берем распределение Гаусса, здесь x, здесь f от x, здесь, соответственно, у нас какое-то x среднее, и, так сказать, вводим интервал x среднее, x среднее плюс-минус дельта, и, соответственно, считаем вероятность, считаем вероятность того, что значение x попадет в этот интервал. Ну, собственно говоря, решение этой задачи является, в общем-то, простым и понятным. То есть, если мы вводим понятие вероятность, точнее говоря, вводим вероятность как интеграл от плотности вероятности, вводим вероятность как интеграл от плотности вероятности по пределам интегрирования, то это будет как раз вероятность чего? Это будет вероятность того, что х попадет в интервал от а до b. Это, собственно говоря, определение. Дальше вероятность можно вводить в абсолютных величинах, можно вводить в нормированных. Обычно мы в значении плотности вероятности вводим нормированную на единицу, таким образом пишем. Но самое главное, что здесь нужно понять, это то, что никаких особых идеологических сложностей здесь не содержится. Может содержаться, в зависимости от того, как выглядит конкретная задача, может содержаться огромное количество технических сложностей, каких-то деталей. Но идеологических сложностей нет. Главное это научиться интегрировать и считать площадь под соответствующим распределением, соответствующей плотности вероятности. А дальше весь разговор о том, как будет записываться вот эта плотность вероятности. Ну, собственно говоря, для гауссовой функции, для гауссового распределения плотности вероятности записывается известным образом. Ну, а дальше нам нужно поставить каким-то образом задачу. Ну, собственно говоря, вот в первую очередь задача ставится на том, что мы выбираем интервал от х среднее. Ну, обычно в физике все пишут х нулевое. Вот, плюс-минус дельта, где дельта это дисперсия, значение дисперсии, и это доверительный, и этот интервал принято называть доверительным интервалом. Вот, соответствующее значение вероятности принято называть доверительной вероятностью. Можно взять и по-честному посчитать. Ну, а дальше что, собственно говоря, начинается? Дальше начинается то, о чем вам, опять же, там, либо рассказали, либо обязательно расскажут на семинаре, то, что там, как это есть, странный зверь, который живет в голове людей, поселяется в этой голове обычно на первом курсе, это то, что все результаты должны попасть в значение плюс-минус сигма, потому что, а как же по-другому, это же ведь дисперсия, да? Вот, так вот, собственно говоря, вот этот вот кусок нашего курса, на который обращаем внимание, почему, в общем-то, про интеграла ошибок здесь говорим, это о том, что как раз дисперсия не является догмой, а как раз даже наоборот. И вот если мы введем общий параметр, возьмем, будем считать не х среднее плюс-минус сигма, а х среднее плюс-минус плюс-минус дельта, и будем считать вот эту вот вероятность, будем считать вот эту вот вероятность как функцию того, что мы попадем в интервал, соответственно, х от, соответственно, минус дельта, от минус дельта, от минус дельта до плюс дельта, до плюс дельта. Вот, и мало того, так сказать, для того, чтобы совсем всех окончательно запутать, введем безразмерный параметр t, равный дельта, деленное на сигма, вот, то есть будем считать ширину интервала в единицах, будем считать ширину интервала в единицах сигма, то тогда, собственно говоря, мы берем, совершаем все те подстановки, которые я вот здесь вот сейчас предложил вам совершить, и получаем каноничную запись интеграла ошибок. Каноничная запись интеграла ошибок очень простая, очень красивая, но при этом, как бы, так сказать, составляет огромную радость для людей, занимающихся нашей наукой, и она состоит в том, что этот интеграл не берется аналитически. Вот, зато легко считается численно, как численно считать интегралы, вас учат на другом курсе, но я думаю, что уже научили, вот, так сказать, курс называется теория функции комплексного переменного. Вот, наука о том, как хорошо и красиво считать очень большие интегралы. Вот, ну, на вычислительной математике вас, конечно, тоже учат численно считать интегралы, поэтому мы сейчас, так сказать, не об этом, мы сейчас о том, что готовые решения есть, и это готовое решение сейчас нарисовано на слайде в левом верхнем углу. Вот это вот, вот эта вот функция, вот эту функцию, где бы мне бы написать, вот эта вот функция, error f от x, а здесь x, вот, представляет собой вот такую функцию, представляет собой вот такую функцию. с горизонтальной асимптотикой, если у нас, соответственно, распределение нормировано в единице. Ну, потому что, как это, если мы размахнемся на всю числовую ось, то тогда вероятность, так сказать, попасть пальцем в небо, она равна 100%. Это, так сказать, всегда так и есть. А если меньше, то меньше. Ну и, собственно говоря, вот эти вот собственные значения, если мы будем вот это вот откладывать уже в единицах, в единицах дельта, сейчас вот так вот, какая-то неопределенность на доске, дельта к сигма, то, соответственно, аргументы будут 1, 2, 3 и прочее. 1, 2, 3 и прочее. И, соответственно, для дельта равная 1 у нас вероятность будет примерно где-то 67%, то есть, соответственно, в нормальную дисперсию. А вот здесь вот у нас вероятность будет уже 99,7%. И вот это вот дело называют правилом 3 сигма. То есть, вероятность того, что мы попадем в интервал плюс-минус 3 сигма, равна в том случае, если у нас выполняется, если у нас наши испытания подчиняются нормальному закону распределения, и описываются распределением Гаусса. вот, то тогда вероятность попадания в цель будет равна 99,7%, то есть плюс-минус 3 сигма, это не вот это, это где-то, да, плюс-два-три, доски у меня не хватает, это где-то, где-то вот там вот. Вот, то есть плюс-минус 3 сигма мы попадаем в очень высокую степень вероятность. Ну, соответственно, дальше там 4, 5, 6, можно спекулировать на эту тему сколько угодно. Вот, что для нас является важным? Ну, важным является то, что по большому счету, вот этот подход, когда мы можем посчитать вероятность того, что наше испытание попадет в какой-то диапазон, сводит любую задачу к бинарной задаче. То есть одно из двух, это вот как в том анекдоте, какова вероятность сейчас выйти на улицу и встретить бегемота, да, так сказать. Вот, 50% либо встретишь, либо не встретишь. И здесь то же самое, да, там. Мы точно знаем вероятность, в которой мы либо попадем в интервал, либо мы в этот интервал не попадем. И мы умеем ее считать. Таким образом, задача у нас становится бинарной. Ее можно свести к задаче двух испытаний. Мы либо попадаем в интервал, либо не попадаем в интервал. И тогда мы можем использовать биномиальное распределение, к которому я уже не хочу возвращаться, в прошлый раз про это говорили. Мы можем использовать биномиальное распределение для того, чтобы посчитать, какова вероятность, например, того, что у нас там 5 исходов попадут в нужный нам интервал, а, соответственно, там оставшиеся 100 исходов не попадут в нужный интервал. И для этого мы будем решать уже бинарную задачу, будем пользоваться бинамиальным распределением. Это достаточно просто. И самое главное, что мы таким образом получаем инструмент не только для расчета вероятности того, что у нас результаты испытаний попадают в какой-то определенный интервал, но мы, естественно, можем решать и обратную задачу, и она тривиальна, а именно, так сказать, вычитать получившийся результат из единицы и получать вероятность того, что у нас какие-то испытания не будут попадать в нужный нам интервал. И вот, собственно говоря, на эту тему вам будет предложено, не то чтобы бесконечное количество, но много всевозможных задач на семинарах. Про то, какова вероятность того, что в каждой булочке будет 20 штук изюмин и только один таракан. Или же посчитать вероятность того, что там булочки не будут отличаться друг от друга по размеру, на какой-то размер. Или можно отойти от пищевой темы, перейти к взвешиванию таблеток на весах или еще чему-нибудь такому. И как венец всего этого, это, соответственно, нужная нам и всеми нами любимая задача про измерение энергии адсорбции углекислого газа на активированном угле. Там, значит, каноничная задача. Измерили энергию адсорбции 20 раз. Одна величина существенно отличается от всех остальных. Вопрос, так сказать, приемлем этот результат или нет. И вот, собственно говоря, вот такого сорта задачи мы как раз решаем при помощи этого инструментария. Считаем, что если мы считаем, что вероятность попадания на уровень 10% нас устраивает, тогда результат приемлем. Если нет, то нет. Вот это вот то, чему вам нужно будет научиться, то, что вам нужно будет научиться делать на семинарах для того, чтобы там, так сказать, дальше успешно овладеть этим инструментарием. Вот, ну вот, собственно говоря, долги с прошлой лекции я, надеюсь, отдал. Вопросы на эту тему есть у кого-нибудь? Ну, слава богу, все спят. Вот, значит, и это хорошо. Вот, потому что, в общем-то, сон способствует бодрости и гармонии духа. Вот, что, собственно говоря, стимулирует изучение нового материала. Поэтому мы можем двигаться, мы можем двигаться дальше. Итак, ну, собственно говоря, разговор про ошибки и погрешности нам важен, в том числе по той причине, что от этого разговора мы можем перейти уже к разговору о погрешностях измерений. Вот, ну, здесь есть такой обычный канонический подход. Вот, нужно навести какую-то там классификацию. И, собственно говоря, в рамках классификации мы все погрешности измерений, а мы прошлую лекцию с вами начали с постулата о том, что нет измерений, которые не содержат погрешности, все измерения содержат погрешности, так или иначе. Вот, и все погрешности мы можем разделить на два больших класса. Один класс – это случайные, другой класс погрешностей – это систематические. Соответственно, систематические погрешности – это те погрешности, которые заключены в инструменте, которым мы пользуемся. Вот. И случайные погрешности – это все остальные погрешности, которые так или иначе связаны с какими-то фундаментальными процессами. Вот это может быть очень необычно, но к этому нужно там потихоньку привыкать, что, в общем-то, случайность, она на самом деле фундаментальна, и она является частью нашей жизни, нашего мира. Вот. А вот закономерность некой системы возникает тогда, когда мы пытаемся навести порядок, да, там, и тогда у нас вот в рамках этого порядка возникает, мы исключаем какие-то случайные процессы, но зато мы вводим какие-то погрешности, которые тянет вот введение этого самого, этой самой системы, этих самых закономерностей. Вот. Поэтому, когда мы пытаемся навести порядок, да, так сказать, мы при этом приносим с собой какие-то погрешности неминуемо. Так вот, собственно говоря, случайные погрешности – это погрешности, которые есть всегда, и вопрос работы с ними – это вопрос корректного использования математических инструментов, инструментов обработки данных, каких-то физических экспериментов, анализа экспериментального результата и прочего, прочего, прочего. В общем-то, разговор про случайные погрешности – это разговор про всю физику. И по большому счету мы к этому будем постоянно возвращаться. Это с одной стороны. С другой стороны – систематические погрешности. То есть систематические погрешности – это погрешности, которые зашиты в нашем инструменте, эксперименте, в методике или еще в чем-то. И это погрешности, которые мы не можем локализовать при помощи имеющегося в наших руках измерительного инструмента, в том случае, если он один. То есть для того, чтобы локализовать систематическую погрешность, для этого нужно иметь дополнительный инструмент. Что может быть этим дополнительным инструментом? Это не означает, что нужно иметь 20 разных линеек. Если эти 20 разных линеек приползли одним и тем же путем от одного и того же стандарта длины, на котором эти линейки были проградуированы, то толку в этом не будет. Но важным свойством систематической погрешности является то, что систематические погрешности можно локализовать и исправить при помощи организационных методов. Со случайными погрешностями этого сделать нельзя. Значит, случайные погрешности. Что мы можем про них сказать? По большому счету, опять же, можно просто включить фантазию, перейти в режим, как это принято сейчас называть, мозгового штурма и ввести большое количество различных случайных погрешностей. Вот мы же, то есть классификация практически бесконечна, мы же здесь остановимся на двух больших классах случайных погрешностей. Первый класс – это помехи. И помехи – это что-то, что берется откуда-то, не входит в пределы нашего эксперимента. Помехи могут быть, соответственно, какими-то техническими, индустриальными, космическими или еще какими-то, в зависимости от того, что нам мешает. Если мы занимаемся каким-то оптическим экспериментом и детектируем электромагнитное излучение, то там помехой может быть дырка в шторе, которая обеспечивает нам лишнюю засветку. Или же, если мы работаем с каким-то более изощренным излучением, то помехой может быть космическое излучение. Или же, если мы занимаемся акустикой, то помехой может быть шум, который доносится с улицы и прочее. Чем, собственно говоря, помехи отличаются всего остального? Тем, что помехи так или иначе можно выключить. Если этим вопросом начать заниматься, то от помехи можно избавиться. Соседу по комнате можно попросить замолчать. Дырку в шторе можно заштопать. От космоса можно каким-то образом экранироваться, сбежать глубоко под землю. Например, скрыться в бункере, залиться бетоном и остаться там, заниматься экспериментом. Вот. Это помехи. Шумы же являются частью измерительной системы и частью эксперимента. Шум фундаментален. Значит, шум можно учесть, можно локализовать, можно понять, какой он. Избавиться от него тоже, наверное, можно, но для этого придется уже менять эксперимент. Ну и, собственно говоря, про систематические погрешности и про помехи я сказал все, что можно было сказать. А вот про шумы мы будем сейчас говорить подробно. Мы будем говорить подробно и много. И, так сказать, начнем с того, что мы введем классификацию шумов и разделим их, опять же, на два класса. Это неравновесные и равновесные шумы. Вот. Но прежде чем, прежде чем, в принципе, прежде чем, в принципе, об этом говорить, прежде чем, в принципе, об этом говорить, давайте немножечко потратим время на то, что решим несколько уравнений, которые вам и так знакомы с далекого, с далекого, далекого детства. Итак. Собственно говоря, простейшая задача. Я уже на доске не буду рисовать, на слайде это нарисовано. Простейшая модельная задача. Разрядка конденсатора. Разрядка конденсатора. Значит, взяли конденсатор, зарядили его до какого-то напряжения. После этого замкнули пластины через сопротивление величиною R. Сколько времени пройдет, пока, собственно говоря, заряд с одной пластины конденсатора не перебежит на другую пластину. В общем-то, простая задача. Мы пишем, соответственно, выражение для тока. Ток – это произведение, соответственно, произведение заряда на емкость. Заряд, соответственно, или же будет равняться, соответственно, произведению, точнее говоря, ток – это заряд в единицу времени, заряд – это, соответственно, произведение напряжения на емкость. И, соответственно, здесь достаточно просто пишется закон Ома, и уравнение, которое нам будет показывать зависимость напряжения на конденсаторе как функцию времени, будет представлять собой обратную экспоненту. Ну, собственно говоря, вот задача разрядки конденсатора. Такая знакомая, простая, знакомая с детства задача. Равно как и обратная задача, когда мы, соответственно, берем и имеем разряженный конденсатор, который начинаем заряжать от источника заданной ЭДС, ну, в данном случае на рисунке нарисован источник с напряжением В нулевое, через какое-то сопротивление. Ну, и для того, чтобы у нас ток в системе тек в течении там, тек постоянно, для этого мы еще там замыкаем пластины конденсатора через какое-то сопротивление эрытое. Через какое-то сопротивление эрытое. Ну, и, собственно говоря, функцию зарядки, функцию характеризующую зарядку конденсатора в данном случае мы тоже можем записать точно таким же способом, а именно честно записываем закон Ома в дифференциальной форме, честно его интегрируем и, соответственно, в качестве результата получаем зависимость напряжения как функцию времени, опять же, так сказать, в виде вот такой вот кривой, который имеет выраженный максимум, да, как величину В нулевое, как величину В нулевое. И это, собственно говоря, вот описывается напряжение, описывается напряжение экспоненциальной зависимостью. Что, собственно говоря, для нас важно? Для нас важно, что временная характеристика этого процесса, временная характеристика этого процесса является величина Тау, является величина Тау, которая равна произведению сопротивления, которая равна произведению сопротивления, ну, в вашем случае, для того рисунка, который нарисован на слайде РИТ умножить на С. И это время, и это время, которое нужно для того, чтобы зарядить, зарядить конденсатор примерно, да, там, на 63%, да, так сказать, показатель, показатель у нас все равно экспоненты. Отсюда же, отсюда же, это, и опять же, так сказать, вот как это, хочется сделать ремарку такую, вот, как это, не только не подумайте, что я над кем-то смеюсь, или там, что-то, там, пытаюсь сказать такое недоброе. Нет, конечно, есть такие люди, которые думают, что РЦ – это время зарядки конденсатора этого самого. Вот постоянное времени РЦ цепочки, еще эта величина по-другому называется, не является временем зарядки конденсатора, да, это просто показатель, стоящий показатель под экспонентом. Мало того, однажды было такое, боюсь уже даже вспомнить, сколько лет назад, но было такое, когда пришел преподаватель с некого семинара по всем методам, сказал, а вот мне студенты сказали, что, лектор сказал, что конденсатор заряжается за время РЦ. Вот, я тут как бы это самое, чуть на стену не полез от этого. Вот, конечно, конденсатор не заряжается за время РЦ. Мало того, конденсатор не заряжается за время 2 РЦ, конденсатор не заряжается за время 3 РЦ. Вот, кстати, за время 3 РЦ, да, равное 3 Тау, конденсатор заряется примерно на 97%. На 97%. А на 99% он заряется примерно за время 5 РЦ. И, мало того, иногда еще вот это время 5 РЦ, про это время 5 РЦ говорят еще правила 5 РЦ, что для того, чтобы конденсатор зарядился почти полностью, требуется подождать время в течение примерно 5 РЦ. Но не более чем. Но, конечно, математически, с математической точки зрения, асимптотика не достигается никогда, конденсатор не заряется никогда. Ни через 100 РЦ, ни через 1000, ни через миллион РЦ. Вот, это так, к слову о замечании. Но нам важно то, что у нас, так как у нас имеется честная экспоненциальная зависимость, у нас появляется параметр, при помощи которого мы можем охарактеризовать время, которое нужно для того, чтобы система зарядилась, конденсатор зарядился на величину существенно превышающую половину. Поэтому РЦ – это удобная величина для оценок. Удобная величина для оценок как процесса зарядки, так и процесса разрядки. Вот, собственно говоря, поэтому мы этой величиной будем оперировать постоянно, потому что, в общем-то, с ней достаточно удобно работать. Дальше, коллеги, собственно говоря, я вам рекомендую, вас призываю к тому, чтобы сходить как-нибудь на досуге и почитать. Сейчас, кстати, погода как раз располагает к этому. Сходить на досуге и почитать либо третий том Сивухина, либо почитать соответствующую книжку по лабораторным практикам по общей физике в третьем семестре. Там просто по-честному решены задачи для двух понятий – дифференцирующая цепочка и интегрирующая цепочка. Это, собственно говоря, всегда полезно. Здесь я вам этот формализм, так сказать, излагаю очень коротко. То есть, если мы возьмем цепочку, которая состоит из источника напряжения, из источника напряжения, который является какой-то функцией времени, конденсатора и сопротивления. И, соответственно, будем рассматривать две величины. Одну величину – это напряжение на конденсаторе мы будем называть входным напряжением. Другую величину – это величину на сопротивление мы будем называть выходным напряжением. Будем называть выходным напряжением. То, собственно говоря, в этом случае мы можем точно так же записать выражение для тока, который будет течь через конденсатор в течение какой-то конкретный момент времени. Это, соответственно, произведение емкости конденсатора на ДУ по ДТ. Это будет значение тока. И, соответственно, это по закону ОМУ будет равняться отношению выходного напряжения к величине сопротивления. А дальше, если выбрать значение емкости и сопротивления резистора таким образом, что R и C будут достаточно малы настолько, что производное по времени выходного напряжения будет изменяться сильно медленнее, чем будет меняться входное напряжение, то в этом случае выходное напряжение будет равняться производной от входного напряжения. И вот такая вот цепочка получила название дифференцирующей цепочки. Вот в качестве иллюстрации принципа работы дифференцирующей цепочки приведена схема. Вот это вот, единственное висящее на экране. Приведем такой вот пример. Если у нас входным напряжением являются вот такие вот прямоугольники, прямоугольные импульсы, то, соответственно, выходным напряжением, выходным напряжением из-за того, что нам не хватает разрешающей способности, скорости обработки, то выходное напряжение будет представлять собой вот такие вот маленькие всплески, значения, соответственно, которые будут показывать значение производной, скорость изменения входного напряжения. Вот. Если переходить к каким-то практическим примерам, то, конечно, будут видны не дельта-функции, а будут видны какие-то куски в качестве выходного напряжения. Ну, например, если у нас входным напряжением является, там, входным сигналом у нас является прямоугольный импульс, то, соответственно, его производная будет представлять собой два фронта. Один, соответственно, нарастающий, другой, другой не спадающий. Точнее говоря, в одном случае он будет выше оси, соответственно, положительный, в другом случае будет ниже оси, будет отрицательный. Вот это вот принцип действия дифференцирующей цепочки. Теперь, можно фокус повторить и реализовать в обратную сторону. То есть у нас цепочка, там, дифференцирующая цепочка будет... Обратным дифференцированием процесса у нас является интегрирование, поэтому, в принципе, если реализовать всю ту же самую логику, но в противоположную сторону, то вместо дифференцирующей цепочки можно получить интегрирующую цепочку. Правда, здесь это проще сделать по-другому, а именно обеспечить условие, при котором у нас выходное напряжение будет много меньше, чем входное. А это будет делаться в том случае, это будет происходить в том случае, если у нас будет достаточно большим входное сопротивление, сопротивление R, и большим будет произведение R на C. Вот в этом случае цепочка у нас будет работать уже не как дифференцирующая, а будет работать как интегрирующая. Соответственно, выходной сигнал у нас будет представлять собой интеграл от входного сигнала. Вот, собственно говоря, два принципа, на основе которых мы можем уже смоделировать и построить различные переходные процессы, которые будут происходить при детектировании электрических сигналов. А почему мы, в принципе, говорим про электрические сигналы, и почему мы считаем это важным? Ну, потому что у нас все измерительные системы, так или иначе, содержат электрические элементы, и все измерительные системы мы, так или иначе, строим таким, сводим к измерению каких-то электрических сигналов. Особенно сейчас, в 21 веке. Вот, если еще там в те времена, когда я был маленьким и ходил на лекции по физметодам, нам говорили, что, ребята, так сказать, там все измерения можно свести, и формализм, который мы вводим для электрических систем, связанный с импедансами, частотами и изменением и регистрацией сигналов, передачей сигналов, он может быть применен и для механических систем, и для молекулярных систем и прочих, то сейчас мы даже, так сказать, в эту сторону не думаем. Вот, мы просто говорим о том, что, так сказать, электрические системы, в первую очередь, у нас, так сказать, электрический сигнал, у нас, так или иначе, используется в измерительных системах всегда, поэтому с ними мы работаем в первую очередь, а так как, соответственно, соответствующие сигналы нам приходят электрическими, то, соответственно, и шумы в электрических системах мы тоже рассматриваем в первую очередь. Хотя, конечно, не только их. Итак, ну, собственно говоря, к чему я все это? Вот этот материал является крайне важным, потому что весь остальной формализм у нас строится на основе этого материала. Итак, рассмотрим элементарную цепочку, а именно, так сказать, пусть это будет цепь, в которой у нас содержится всего два элемента, а именно резистор и конденсатор. Соответственно, у резистора сопротивление R, у конденсатора сопротивление, ну, или емкость, какая разница, C. В качестве входного сигнала мы будем рассматривать ток, который, соответственно, втекает у нас в этот контур. В качестве выходного сигнала давайте мы будем рассматривать, как там это на слайде называется, на слайде это называется U, да, соответственно, мы будем рассматривать напряжение на конденсаторе в качестве выходного сигнала. Все достаточно просто. Таким жестким, беспринципным подгоном. Ну, в принципе, да, но раз нам так рассуждать удобнее, то почему бы и нет. А почему нам так рассуждать удобнее? Ну, просто по той причине, что в тех терминах, в которых мы ввели, функция преобразования в данном случае будет иметь размерность сопротивления, и поэтому с ней, так сказать, нам будет достаточно удобно работать. Поэтому мы там, опять же, честно пишем, что у нас У – это произведение импеданса на ток, напряжение, произведение импеданса на ток. Дальше мы, соответственно, честно, ну, на слайде записано, я не буду переписывать сейчас, это нам не сильно важно, да, там, так сказать, на слайде написано аккуратнее. Мы честно пишем, соответственно, сопротивление... Ой, прошу прощения. Вот. Честно пишем сопротивление имеющейся у нас РЦ-цепочки, так как мы знаем, соответственно, сопротивление резистора и, соответственно, импеданс конденсатора. Вот. Они у нас соединены параллельно, поэтому пишем их сопротивление. И теперь уже у нас функция преобразования будет численно равна величине импеданса этой самой цепочки. Вот, мы, соответственно, делим одно на другое, делим одно на другое, и что, собственно говоря, для нас важно? Для нас важно то, что у нас в данном случае за счет того, что сопротивление, реактивное сопротивление конденсатора содержит в себе частотную зависимость, у нас функция преобразования становится функцией частоты. Дальше мы выполняем те преобразования, которые у нас есть, и получаем вот такую вот функцию. Мы получаем значение для функции преобразования, которая является функцией частоты. И вот, собственно говоря, функцию преобразования, функцию преобразования как функцию частоты я уже хочу нарисовать. Что у нас, собственно говоря, есть? Ну, максимальное значение у нас будет тогда, когда у нас сопротивление будет, импеданс конденсатор будет равняться нулю, и, соответственно, есть минимальное значение на асимптотике, когда у нас, соответственно, частота уходит в бесконечность. Это гладкая кривая, которая имеет точку перегиба, и вот эта вот точка перегиба находится в значении омега со звездочкой, вот такой вот предельной частоты, и значение вот этой вот частоты равняется единица, деленная на tau. Где tau равняется чему? Догадайтесь, как говорят французы, с трех раз. Вот, где tau равняется, где tau для данного конкретного примера будет равняться, будет равняться rc. Вот, где tau будет равняться rc. И, собственно говоря, это будет соответствовать напряжению, это будет соответствовать значению функции преобразования, равной, численно равной r, деленной на корень и звук. Ну, что, собственно говоря, нам здесь важно? Почему вот эта вот частота для нас является такой рубежной? Она для нас является значимой по той причине, что площадь вот этого вот куска, площадь вот этого вот куска, много больше, чем площадь оставшегося куска. И, собственно говоря, суммарная амплитуда сигналов, частота которых попадает в этот диапазон, будет много больше, чем амплитуда сигналов, которые оказываются за пределами этого диапазона. Поэтому для вот этого вот диапазона, ну и для вот этой вот величины омега со звездочкой, равная единица деленная на Тау, появилось свое собственное название, и он называет величиной полосы пропускания. Он называет величиной полосы пропускания. Значит, что, собственно говоря, здесь важно? Почему мы на это обратили внимание, и почему мы об этом с такой тщательностью говорим? По той причине, что полоса пропускания, с одной стороны, является фундаментальным понятием, которое мы в дальнейшем будем постоянно использовать, вот, будем постоянно использовать, значит, как в общем случае найти Тау, чуть-чуть попозже расскажу, значит, который мы будем постоянно использовать для решения конкретных задач. Это с одной стороны. С другой стороны, даже в такой простейшей измерительной ячейке, даже такой простейшей РЦ цепочке, мы видим, что у нас разные частоты, точнее говоря, сигналы с разной частотой будут проходить с разной эффективностью через эту систему. Но при этом, ввиду того, что эта функция является непрерывной, естественно, все частоты так или иначе через РЦ цепочку проходят. Есть такое распространенное заблуждение о том, что через измерительный элемент, через РЦ цепочку проходят только частоты, которые попадают в диапазон плюс-минус единицы на Тау. Но это, конечно же, не так. Это, конечно же, не так. Проходят все частоты, только другое дело, что функция преобразования для них разная. Функция преобразования, да, там, для частот, которые попадают внутрь этого интервала, для частот, которые попадают за пределы этого интервала, будет сильно отличаться численно. Естественно, эта граница, в принципе, является условной. Да, там, и частоты, которые находятся у нас там близко к этой точке, близко к частоте омега со звездочкой, эти частоты, эти сигналы тоже через измерительную ячейку будут проходить с какой-то, будут проходить с какой-то достаточно значимой эффективностью. Почему это важно? На что мы обращаем внимание? Ну, мы обращаем внимание на то, что все измерительные элементы так или иначе воздействуют и определяют форму сигнала, который мы будем наблюдать после того, как эти сигналы пройдут через эти измерительные элементы. Ну, соответственно, самым простым сигналом, да, там, примером является повышение напряжения, да, то есть односторонний какой-то импульс. Ну, вот у нас, соответственно, было напряжение U0, мы включили ключ, и, соответственно, напряжение стало равняться U1. Ну, вот такой вот фронт одномерный. Это, соответственно, самый простой сигнал. И вот даже для такого самого простого сигнала у нас результаты измерения будут разными, будут, соответственно, определяться тем, как выглядит наша измерительная система и как мы ее моделируем, естественно. Соответственно, в том случае, если наш измерительный элемент представляет собой одиночное сопротивление, просто, соответственно, линейный элемент, вот он, то в этом случае у нас нет никаких искажений частотной характеристики. И, соответственно, амплитудно-частотная характеристика такой системы у нас является линейной, и, соответственно, там все частоты через эту систему проходят абсолютно одинаково, поэтому и отклик тоже будет полностью соответствовать значению сигнала. В том случае, если мы добавим сюда, к сопротивлению, например, добавим какой-то конденсатор, добавим емкость, то в этом случае у нас система уже будет немножко либо дифференцировать, либо интегрировать сигнал. И у сигнала, соответственно, у отклика появится небольшое сглаживание, он перестанет быть, то есть отклик уже не будет таким ровным, как сигнал. То есть у нас будет происходить какое-то искажение сигнала за счет того, что амплитудно-частотная характеристика вот такой вот системы будет уже неоднородной, это не будет такая однородная размазанная функция. Дальше, если мы сюда, например, добавим какую-то индуктивность, то мы таким образом систему еще больше усложним. Это к вопросу о том, как по-честному считать Тау. Вот если мы добавим сюда еще индуктивность, то тогда у нас в этой системе уже возникнет возможность аккумулировать энергию, у нас появится возможность перекачивать энергию между емкостью и индуктивностью. И в этом случае амплитудно-частотная характеристика уже приобретет какой-то максимум. В зависимости от ситуации, в зависимости от того, каким образом друг с другом будут соотноситься. Друг с другом будут соотноситься в данном случае емкость и индуктивность. То есть у нас колебания для этой амплитудно-частотной характеристики здесь S, здесь, соответственно, омега. У нас колебания могут возникнуть, а могут и не возникнуть. Характеристика может быть и гладкой. Это уже зависит от решения конкретной задачи. Поэтому вопрос о том, как определять Тау, здесь ответ на этот вопрос только один. В общем виде, конечно же, решать нельзя. То есть если вы вооружитесь каким-то материалом, например, пойдете в библиотеку, вы же сейчас находитесь в читалке, спуститесь на этаж ниже и возьмете там какую-нибудь книжку по теории цепей, которых написано очень много. Всем рекомендую. Но это, правда, будет уже на следующей лекции рекомендоваться. Есть такая книжка «Автор Попов, но не я. Лекция по теории цепей». Она будет рекомендоваться как раз к следующей лекции. И вот там рассматриваются различные примеры, соответственно, цепей в зависимости от того, из каких элементов они состоят. И в общем и целом общего решения нет, но для каждого конкретного типа цепей вводятся какие-то конкретные модели, которые можно использовать в качестве стандартных решений. Так вот, собственно говоря, если у нас в качестве детектирующей цепочки используется какой-то резонансный контур, в котором, соответственно, могут происходить колебания, то в этом случае это означает, что у нас переходный процесс может происходить таким образом, то в том, что у нас здесь вот на краю может возникнуть еще и какое-то колебание в зависимости от частоты сигнала, с которым мы будем работать. То есть если мы окажемся где-то в пределах вот этого самого резонансного и дорезонансного кривая, то мы можем и раскачать в том числе колебания в детектирующей цепочке. И это не всегда является нежелательным эффектом в зависимости от того, какая конкретная задача решается. Но это мы уходим сейчас уже далеко от такой нашей общей темы, потому что, собственно говоря, резонансное детектирование – это один из таких каноничных способов детектирования в различных задачах, в которых создаются методы высокочувствительного детектирования. Соответственно, всевозможные EMR-спектрометры, EPR-спектрометры и прочие вот такие вот спектрометры, которые работают в радиочастотном диапазоне, работают как раз на принципе детектирования резонансных сигналов. Но об этом тоже, так сказать, отдельно уже когда мы до этого дойдем. Поэтому, собственно говоря, частотный анализ является важным и чуть ли не основополагающим элементом любого эксперимента, в котором осуществляется детектирование сигнала и целью которого является, соответственно, определение того, какой процесс происходит и в чем, собственно говоря, состоит результат. То есть, если вдруг у нас при анализе какого-то непрерывного процесса вдруг полезли какие-то колебания, то возможно, что проблема состоит не в самом процессе, а, соответственно, в той детектирующей системе, которая для этого используется. Ну что ж, уважаемые коллеги, таким образом мы уже можем навести некоторые рассуждения и построить некоторую классификацию характеристик измерительных систем. Но прежде чем об этом говорить, я бы хотел сначала потратить еще некоторое количество времени на разговор о том, какие в принципе бывают шумы. Дело в том, что обсуждение понятия полосы пропускания измерительной системы является крайне необходимым в принципе для разговора об электрических шумах. Итак, шумы. Это наш следующий раздел. Как раз у нас осталось примерно минут 20. Этого нам должно хватить. Итак, шумы. Шумы. Ну, собственно говоря, фундаментально разговор про шум состоит в том, что, опять же, любая измерительная система и вообще любая детектирующая система устроена таким образом, что у нас всегда присутствует какое-то количество сигнала, который не является целевым для данного конкретного измерения. И если мы, соответственно, вводим какую-то измерительную систему, неважно, что это, там, неважно, что это, и мы, соответственно, на эту систему, мы, например, направляем сигнал, сигнал и, соответственно, детектируем, точнее говоря, направляем сигнал, направляем воздействие, да, импакт, и, соответственно, детектируем сигнал, то, соответственно, детектирующий сигнал содержит не только информацию о воздействии, но еще какие-то паразитные сигналы, какую-то паразитную информацию, которая у нас берется из нашей детектирующей системы. Поэтому канонично изображение напряжения на экране осциллографа, ну как бы здесь и далее, мы будем считать, что сигнал это что-то, что мы наблюдаем на экране осциллографа. Вот, представляет собой имеющийся у нас сигнал, ну пусть у нас там в качестве сигнала, опять же, не будем усложнять наши примеры, пусть в качестве, соответственно, воздействия у нас будет прямоугольный импульс, тогда, соответственно, в качестве сигнала мы хотели бы, конечно, увидеть тоже линейный прямоугольный импульс, но он у нас, так или иначе, если мы будем увеличивать масштаб, мы увидим, что этот импульс у нас немножечко, у нас немножечко зашумлен, у нас немножечко зашумлен. Ну, собственно говоря, вот именно вот эту вот величину, вот эту вот паразитную, вот эту вот величину неопределенности, которая у нас возникает при измерении величины сигнала, мы называем, мы называем шумом. Мы называем шумом. Соответственно, для того, чтобы характеризовать измерительные системы, вводится отдельное понятие, которое называется «отношение сигнала к шуму». Вот, это прям так, вот привыкаете с этим понятием, вы будете жить всю жизнь, вы будете жить всю жизнь, то есть все, кто будет заниматься экспериментом, так или иначе, будут говорить вот про эту величину, которая в народе называется «signal to noise ratio». Вот, чаще всего эта величина безразмерная, хотя не обязательно. В предыдущем примере у нас с вами сигналом был ток, а откликом было сопротивление, и функция преобразования у нас была, имела размерность ом, да, имела размерность, я сказал сопротивление, напряжение, да, а функция преобразования, соответственно, имела размерность сопротивления. Прошу прощения, уже все, заговорился под вечер. Значит, ну, по определению мы будем считать, что у нас, соответственно, сигнал и шум измеряются в одних величинах. Чаще всего, если у нас в нашем примере речь идет об осциллографе, то так или иначе это, соответственно, будет в вольтах, и это должна быть величина безразмерная. Очень часто от измерения, ну, так сказать, давайте мы ее какой-нибудь буквой назовем, гамма, хотя это не обязательно, да, для, чаще всего для измерения используют отношения не честных напряжений, а используют отношения мощностей, отношения мощностей, соответственно, это произведение тока на напряжение, или, соответственно, квадрат тока, квадрат напряжения. Вот, и работают, соответственно, с соответствующими величинами мощности. Но ввиду того, что чаще всего шум, все-таки эксперименты строят таким образом, чтобы шум был во много раз меньше, чем сигнал, то с такими величинами работать неудобно, с такими величинами работать неудобно, и с ними работают обычно в логарифмическом масштабе. Соответственно, десятичный логарифм от отношения мощности сигнала к мощности шума, вот десятичный логарифм вот такой вот величины, называют Беллом. А, соответственно, если мы эту величину умножим на десять, мы умножим на десять, то мы эту величину будем называть децибелом. Вот, будем называть децибелом. Вот, соответственно, в децибелах измеряется отношение уровня шума к уровню сигнала. Это если говорить про формализм. Теперь о том, каким образом этот шум возникает и что мы с ним делаем. Итак, электрический шум. Ну, собственно говоря, каноничный пример, который у вас был на лекциях по общей физике. Это следующий пример. Если мы возьмем просто какое-то сопротивление и просто его подключим ко входу осциллографа и начнем, соответственно, увеличивать масштаб наблюдаемого сигнала, то мы увидим вот примерно то, что вы сейчас видите на слайде, да, то, что видите у вас на экране. Вот, то есть увидим какую-то неупорядоченную дорожку, у которой, однако, имеется амплитуда. Эта амплитуда чаще всего будет какой-то небольшой. Если мы к этому элементу добавим еще какой-то сигнал, если мы к этому элементу добавим сигнал, то результат будет являться, соответственно, суммой. Результат будет являться суммой. Если сигнал будет очень большим, вот как в левом верхнем углу, то у нас, в принципе, шум никаким образом не мешает нашему процессу измерения. Если у нас сигнал и шум сопоставим друг с другом по величине, но все-таки отличаются там в несколько раз, то в этом случае мы все равно можем проанализировать имеющуюся картину каким-то образом. Если у нас сигнал и шум по величине примерно равны друг другу, так как это показано на примере, который у нас переделал в правом верхнем углу, то в этом случае уже проблема. Мы мало чего можем сказать про сигнал, мы мало чего можем сказать там. Мы можем каким-то образом оценить все-таки амплитуду колебания, можем оценить частоту, но ошибка будет приличной. Ну и, соответственно, в том случае, если у нас уровень шума будет выше, чем уровень сигнала, то дальше у нас эксперимент уже никаким образом не будет удаваться. Но это не означает, что с этим нельзя работать. Можно работать, и, конечно же, мы это будем делать. Как мы это будем делать? Ну, для этого нужно понимать, что представляет собой тот или иной шум. Вот в том примере, который я привел, а именно в примере, когда мы взяли сопротивление и его подключили ко входу осциллографа, у нас возникает шумовая дорожка, и, соответственно, причиной возникновения этой самой шумовой дорожки является тепловое движение носителей заряда, точнее говоря, фуктуации плотности носителей заряда внутри материала проводника, внутри материала, из которого у нас сделано наше сопротивление. Вот. Такого сорта шум называется тепловым шумом, или еще в простонародье он называется шумом Найквиста. Вот. Этот шум, забегая вперед, можно сказать, что не имеет частотного спектра. И, в принципе, вы про этот шум много чего слышали уже на лекциях по общей физике, вам это рассказывали. Мало того, там шум Найквиста входит даже в программу госэкзамена по общей физике, которую вы тут этой зимой успешно сдали. Вот. Поэтому, опять же, там растекаться мыслью по древу мне не сильно хочется. То есть те, кто хотят, там, пожалуйста, пересмотрите соответствующие лекции по общей физике, они имеются, они достаточно толковые. Тем более, что тот вывод, который предлагается в рамках курса общей физики, и он является очень сильно приближенным. А, в общем-то, хороший вывод выражения, которое написано сейчас на слайде, хороший вывод может возникнуть только после того, как вы изучите статфизику в рамках, соответственно, курса теоретической физики. То есть очень нескоро. Вот. Но это не означает, что мы не можем делать при этом эксперимент. Итак, причина возникновения шума в резистивных элементах, того шума, который мы называем тепловым равновесным шумом или шумом найписта, является фуктуация объемной плотности носителя заряда. Соответственно, величины этих фуктуаций пропорциональны, пропорциональны произведению постоянной Больсмана на температуру величинам КТ. Вот. Пропорциональны величине самого сопротивления, как такового, пропорциональны величине самого сопротивления, как такового. И вот здесь вот уже, кстати, как раз важно, на это нам нужно, на это нам нужно обратить внимание. Значит, следующие множители, которые входят в это соотношение. Итак, ну, собственно говоря, давайте мы еще раз нарисуем там функцию преобразования как функцию частоты, как функцию частоты. И в том случае, если у нас имеется система, которая, в принципе, безразлична к процессам, происходящим по времени, вот такая вот система, то, соответственно, амплитуда сигнала, которую мы будем получать, будет тем выше, которую мы будем наблюдать, чем большее количество частот у нас будет проходить через наше измерительное устройство. Через наше измерительное устройство. Поэтому, собственно говоря, средняя фуктуация квадрата напряжения пропорциональна, соответственно, пропорционально КТ, пропорционально сопротивлению и пропорционально полосе пропускания измерительного устройства, при помощи которого осуществляется детектирование. Ну, понятно, да? То есть, если мы возьмем РЦ-цепочку, у которой полоса пропускания будет узкой, то, соответственно, и сигнал по интенсивности будет ниже. Если мы возьмем РЦ-цепочку, у которой полоса пропускания будет широкой, то, соответственно, и амплитуда будет больше. С чем это связано? Это связано с фундаментальными особенностями шума Найквиста, с тем, что величина этого шума, что этот шум равномерно распределен по всей оси частот. Поэтому, собственно говоря, амплитуда получается вот такой, и вот эта полоса пропускания у нас идет от измерительного устройства. На это я обращаю внимание. Равно как и другая ремарка, которая у нас здесь приведена на слайде. Вот она о том, что мы, естественно, должны рассматривать только действительную часть сопротивления. Вот, то есть, честное резистивное сопротивление, потому что только в материале проводника у нас возникают те самые функтуации, которые являются причиной возникновения белого шума. Еще один вид шума. Еще один вид шума. Тоже белый шум, не имеющий частотного спектра. Этот шум получил название дробового шума. И для того, чтобы понять, что такое дробовой шум, очень желательно ввести, ну, можно наиболее такой простой и понятной моделью, являются электровакуумные приборы. Электровакуумные приборы. Это, соответственно, приборы, в которых у нас есть катод, есть анод. И протекание электрического тока в таких приборах происходит за счет перехода заряда из, соответственно, одной фазы в другую, и, соответственно, из материала проводника в газовую фазу, и, соответственно, с возвратом опять в проводник. Ну, соответственно, простейшим вакуумным прибором, который мы рассматриваем, является вакуумный диод. Является вакуумный диод, который тоже состоит из катода и анода. И пусть у нас, соответственно, заряженные частицы переходят с катода в газовую фазу, потом переходят на анод. Причины такого перехода для нас сейчас не сильно важны. То есть в дальнейшем, конечно, когда мы будем рассматривать конкретные элементы, это будет наша любимая модель. Вообще, в течение всего этого года мы будем так или иначе крутить вакуумный диод в разные стороны. Ну, там, соответственно, причины, способы перехода тока через газовую фазу, их много. Например, термоэлектронная эмиссия, соответственно, испускание электронов с поглощением их на аноде. Например, это газовый разряд, например, это фотоэлектронная эмиссия, какие-то экзотические вещи типа термоионной эмиссии и прочее. Это для нас сейчас не сильно важно. Для нас сейчас важным является то, что у нас данный процесс является процессом каскадным. И у нас в данном случае происходят все те же самые флуктуации. Эти флуктуации будут происходить уже на поверхности, на всей поверхности катода. А, соответственно, только мы в данном случае будем считать направленное движение заряженных частиц от катода к каноду. Вот. И в этом случае у нас будет происходить локальное понижение потенциала в той точке, в которой будет происходить переход заряженных частиц из одного агрегатного состояния, из одного состояния в другое состояние. Вот. Значит, когда мы говорим про шум, который возникает в такого сорта устройствах, мы говорим уже, там не очень удобно говорить о флуктуациях напряжения, хотя можно, чаще говорят о флуктуациях тока. И вот средний квадрат тока в данном случае будет прямо пропорционален величине номинального тока, который будет протекать через это устройство. А что такое номинальный ток? Ну, это тот ток, который будет измерен при помощи амперметра, который мы встроим последовательно к этому элементу. Будет прямо пропорционален частоте, будет прямо пропорционален полосе пропускания измерительного устройства, ну и, соответственно, заряду электронов. То есть здесь все достаточно просто. Чем больше ток, тем больше будет возникать шум. Чем больше ток, тем больше будут фуктуации этого тока, вызванные различными неоднородностями в этом элементе. При этом на самом деле важно понимать и важно обратить внимание на то, что такого сорта шум, вызванный тем, что у нас одна заряженная частица, или какое-то количество заряженных частиц, может изменять локальный потенциал внутри электрической схемы. Такого сорта процесса происходит, естественно, не только в электровакуумных устройствах. Просто про электровакуумные устройства проще всего рассуждать в данном случае, использовать их в качестве модели. Но подобного сорта процесса могут возникать и в любом элементе проводника. Ну, собственно говоря, если у нас есть какой-то проводник, и мы, соответственно, электрический ток в этом проводнике будем рассматривать как направленное движение заряженных частиц. Ну, пусть в данном случае мы будем говорить только про электроны, про дырки вообще забыли. Вот, то есть электрический ток – это направленное движение электронов в данном случае. То, что у нас будет происходить? Ввиду того, что у нас проводник в принципе не является однородным, то из-за имеющихся в нем неоднородностей, один из электронов, например, попал в такую неоднородность, где локальный конденсатор, и он в нем застрял. У этого конденсатора понизилось напряжение, туда полетели еще электроны, набились до тех пор, пока, соответственно, они не скопились. Вот, здесь будет происходить такой каскадный процесс, будет происходить каскадный процесс. И, собственно говоря, вот каскадность этого процесса и привела к появлению вот этого вот названия именно дробового шума, когда у нас, так сказать, не одна заряженная частица, а много. Это вот как у нас, если мы возьмем горсть дроби, да, там, или горсть щебня, и бросим, да, там, она у нас, этот щебень упадет не одновременно, а, соответственно, упадет там с каким-то, с какой-то дисперсией по времени, и поэтому мы услышим некоторый характерный шум. Вот дробовой шум, дробовый шум по своему, соответственно, виду очень сильно, очень сильно на него похож. Соответственно, дробовой шум может возникать, да, там, не только в электровакуумных приборах, а в проводниках вообще, а в проводниках вообще. И, в принципе, канонично используя сейчас вывод для, соответственно, формулы шутки, этот вывод базируется на основе предположений о том, о движении частиц вот в свободном проводнике, в котором возникает определенного сорта неоднородности. Теперь, есть ли еще какие-то шумы? Можно ли ввести еще какие-то шумы, которые будут иметь некоторую общую систематику и некоторую общую методологию, которые могут быть важны для дальнейшего рассмотрения? Конечно же, да. Вот. И далеко не все шумы, в отличие от шума Найквиста и шума Шотки, являются шумами белыми. Вот. В частности, белым шумом не является так называемый генерационно-рекомбинационный шум. Генерационно-рекомбинационным шумом называется шум, который возникает в результате образования или гибели электронно-дырочной пары. Это, соответственно, шум, характерный для полупроводниковых элементов. И в зависимости от того, насколько сложным является полупроводниковый элемент, соответственно, искажение вольт-амперной, искажение функции преобразования для этого шума может быть достаточно сложным. И, соответственно, на соответствующей частотной его картине, на его спектральной картине будет, соответственно, образовываться какое-то количество максимумов, максимумов или минимумов, определяющихся какой-то конкретной конструкции. У вас на семинарах будет задача, связанная с еще одним видом шума. Этот шум мы в простонародье, в пределах курса, называем так называемым импульсным шумом. Это шум, который не имеет частотного спектра вообще. Такое тоже бывает. Вот. Частотный спектр в себе не обязательно должен быть. Вот. Импульсным шумом, там в рамках той задачи, которая у вас будет приводиться в качестве примера, будет называться шум, который будет возникать в электровакуумном приборе, в конденсаторе, в котором будет возникать пробои. Вот есть у нас, соответственно, катод и анод. Есть катод и анод. И из-за того, что, соответственно, материал пластины у нас является неоднородным, время от времени, так как у нас приложено напряжение, могут возникать пробои, микропробои между пластинами катода и анода. Вот. Причем эти пробои могут проскакивать и в ту, и в другую сторону. И таким образом, в принципе, формально компенсировать друг друга, но при этом, в общем, понижать имплитуду измеряемого сигнала. И вот на эту тему будет задача. Импульсный шум – это еще один пример шума, который не является шумом белым. Еще один очень важный в радиотехнике и вообще в электронной технике шум получил название фликкер-шума, или его еще в простонародье называют, вот по-простому его называют единица на F-шум, или же еще его называют розовым шумом. Вот. При этом я не понимаю, почему розовым, но вот называют. Вот. Фликкер-шум – это шум, который возникает в резистин, ну, вообще в проводниках, возникает в проводниках тогда, когда у нас происходит соединение проводников, сделанных из разного материала, и в этом случае у нас возникают небольшие ловушки для носителей заряда. Небольшие ловушки для носителей заряда. И вот если через такого сорта соединения будет проходить электрический сигнал небольшой частоты, то из-за накопления заряда в этих ловушках, связанных с контактной разностью потенциала, будет возникать вот этот вот самый шум, амплитуда которого будет пропорционально отношению единицы, деленной на F, да, единицы, деленной на частоту. Вот. И вот этот шум, он практически незаметен при больших частотах и проявляется при низких частотах. Вот этот шум получил название розового шума. И, в общем, он, так сказать, тоже является, в общем-то, достаточно, тоже, в общем-то, является достаточно значимым. Значит, что еще, что еще может влиять, что еще может влиять на восприятие сигнала? Еще на, соответственно, детектирование сигнала, с которым приходится работать экспериментатором, может влиять цифровое представление сигнала. Ну, собственно говоря, тот материал, который сейчас будет, он, так сказать, можно сказать, под звездочкой, то есть он не обязательный для освоения, но все-таки очень рекомендуется всем для того, чтобы в нем разобраться. Поэтому я специально нарисовал несколько слайдов, на которых написал много-много-много текста. Вот, опять же, так сказать, с желающим разобраться, а, в общем-то, человеку, живущему в 21 веке, это важно, вот, разобраться в том, как работает устройство, которое позволяет, соответственно, сигнал переводить из его аналоговой формы в цифровую, вот, важно в этом разобраться, поэтому как-то рекомендую всем почитать книжку пергамента, там есть соответствующая глава, где это описано. Здесь же, соответственно, коротко. Итак, со всеми сигналами мы так или иначе работаем уже в цифровом виде. Соответственно, для того, чтобы сигнал, который мы получаем из физической установки, из измерительной системы, перевести в цифровой вид, мы используем устройство, которое называется аналогоцифровым преобразователем. Есть, конечно же, существует устройство, которое работает в обратную сторону, цифра аналогового преобразователя, то есть, соответственно, цифровой сигнал, Это, точнее говоря, цифровую информацию переводят в аналоговый сигнал. В принципе, эти устройства по конструкции, по логике своей работы друг на друга сильно похожи. Итак, что делает аналогоцифровой преобразователь? Если у нас есть какой-то сигнал, пусть он в том примере, который у нас сейчас нарисован на рисунке, ну, там, неважно, пусть этот сигнал у нас будет какой-то синусоидой, то что, собственно говоря, делает аналогоцифровой преобразователь? Аналогоцифровой преобразователь берет и считывает сигнал в течение какого-то определенного времени и присваивает ему некоторое численное значение. Поэтому вместо того, чтобы получить функцию, которая характеризует однозначно сигнал, мы получаем некоторый набор точек, про которые мы знаем, что амплитуда, там, соответствующая величина сигнала, соответствующая каждой точке, будет измерена с какой-то ошибкой. Будет измерена с какой-то ошибкой. Что, собственно говоря, для нас это означает? Для нас это означает, что при обработке результата измерения при помощи аналогоцифрового преобразователя мы получаем не естественный сигнал, а сигнал каким-то образом зашумленный. И очевидным является то, что, соответственно, искажение сигнала будет тем выше, чем, соответственно, ниже будет частота вот этой вот выборки. То есть, величина, так сказать, времени срабатывания аналога цифрового преобразователя. Понятно, что там, соответственно, чем чаще мы будем считывать, тем, соответственно, точнее будут наши измерения. Вот. Вопрос о том, насколько дорогое и насколько высокопроизводительное АЦП нам необходимо покупать, для того, чтобы работать с каким-то определенным сигналом, дает нам теорема, которая получила название теоремы Котельникова-Шеннона, которая говорит о том, что сохранение полной информации о форме исходного аналогового сигнала возможно в том случае, если частота выборки, по крайней мере, вдвое превышает максимальную частоту в спектре аналогового сигнала. То есть, если у нас есть, соответственно, синусоиды, если у нас есть синусоиды частотой какой-то омега, омега максимальная, то, соответственно, нам нужно брать АЦП, который нам обеспечит работу на частоте равной 2 умножить на омега максимальная. Ну, с примером для синусоид этот вопрос является достаточно простым. А теперь, так сказать, вопрос более сложный. А как мы будем решать задачу в том случае, когда у нас, например, сигнал не является синусоидальным? Если у нас сигнал представляет собой какой-то вот такой вот прямоугодник. Здесь, соответственно, у нас напряжение, здесь у нас время. И, конечно, хочется сказать сначала тривиально, чем больше, тем лучше, чем больше частота, тем, соответственно, более точно мы получим результат и точнее характеризуем там каждый из фронтов, с которыми мы здесь будем работать. Но здесь, на самом деле, мы что должны сделать? Мы должны задаться величиной, технической величиной Тау, времени, на котором мы можем наблюдать размытый фронт. Мы можем наблюдать размытый фронт. Вот. И, соответственно, и соответствующую частоту выборки, соответствующую частоту выборки, омега со звездочкой, сравнивать с этой величиной, сравнивать с этой величиной единицы на Тау. В зависимости от того, какой сигнал мы хотим получить. То есть мы хотим получить что-то вот такое вот после оцифровки. Или же мы хотим получить, например, что-то более похожее на прямоугольник. Что-то вот такое, например. Но в любом случае, ответ мы будем получать на основе теоремы Котельникова-Шенова. Вот. Ну что ж, уважаемые коллеги, за оставшиеся пять минут вопросы-то появились какие-нибудь? Хорошо. Тогда за оставшееся время мы, наконец-таки, можем ввести уже терминологию и формально ввести характеристики измерительных систем. В общем-то, вся вот эта вот наша сегодняшняя лекция была нужна для того, чтобы эти самые характеристики измерительных систем каким-то образом ввести. Итак, в первую очередь, значит, основная характеристика систем, характеристики измерительных систем, мы их вводим в терминах воздействия и отклика. Итак, пусть у нас есть, соответственно, система. Не знаю почему, когда-то я нарисовал первый раз в виде бочки, дальше вот рисую в виде бочки. Итак, у нас есть какая-то система, у нас на нее есть, соответственно, воздействие. Мы его обозначим буквой Х. И есть, соответственно, отклик. Мы его обозначим буквой У. Мы его обозначим буквой У. Итак, первая, соответственно, характеристика. Эту характеристику мы уже с вами использовали. Это, соответственно, отношение выходного сигнала к входному сигналу. И это в простонародье называется функцией преобразования. И у этой же характеристики есть еще другое название, которое называется чувствительность. При этом я настоятельно прошу вас это сейчас запомнить, что именно эту величину, именно эту величину называют чувствительностью, потому что в быту чувствительностью называют другое, и из-за этого постоянно возникает путаница. Ну, никуда не денешься, значит, никуда не денешься, термин официальный, но для того, чтобы особой путаницы не было, в нашем курсе мы обычно слово чувствительность вообще не используем, а используем слово функция преобразования. Оно как-то сразу и на душе становится спокойнее. И чувствительность бывает не только интегральная, но может быть и дифференциальная, соответственно, это может быть производная dy по dx. Все, собственно говоря, достаточно просто. Это с одной стороны. Вот эта величина называется чувствительность. Есть еще одна величина, которая называется порог обнаружения. Значит, порог обнаружения. И вот порогом обнаружения называется минимальное значение величины, ну, на слайде написано d вот такая вот, да, значит, минимальное значение величины сигнала dx, минимальное значение величины сигнала dx, которое может быть измерено при помощи данной измерительной системы. Что под этим подразумевается, что имеется в виду? А под этим в виду имеется следующее. Пусть измерительная система у нас это линейный элемент, резистор. И, соответственно, сигналом пусть у нас является ток. Вот я его вот так вот прям напишу. И равняется х. А откликом пусть у нас является напряжение. Все то же самое. У на Р. И пусть мы измеряем вот эту величину тока при помощи осциллографа. И вот на экране осциллографа мы видим шумовую картину. Мы видим шумовую картину. И в том случае, если у нас величина, да, вот, если у нас величина у равная и на Р, будет вот внутри этого шума, будет внутри этого шума вот эта вот дельта у по Р. Вот если вот эта вот дельта у по Р будет больше, чем, будет больше, чем, будет больше, чем, будет больше, чем Ди на Р, где вот эта вот Ди, это Дх, 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 величина порога обнаружения, то мы не увидим нашего сигнала. Мы не увидим нашего сигнала. Соответственно, вот эта величина dx – это минимальное значение тока, которое мы можем измерить при помощи этого измерительного устройства. То есть для того, чтобы нам детектировать эту величину, нам необходимо, чтобы она превышала некий порог, который в данном случае, в данном конкретном примере, например, определяется уровнем шума измерительной системы, которую мы используем для, соответственно, измерения тока на конкретном резисторе. Теперь, собственно говоря, порог обнаружения – это та величина, вокруг которой крутится вся остальная классификация. Потому что в том случае, если мы, например, увеличим, введем какую-то частотную характеристику нашего сигнала, введем какую-то частотную характеристику нашего сигнала, если у нас там сигнал уже будет все тем же самым, например, импульсом, то в этом случае уровень порога обнаружения нашего измерительного устройства будет определять то, сможем ли мы определить какие-то частотные характеристики этого сигнала или не сможем. Что это для нас означает? Ну, вот это для нас, например, будет означать, что вот пусть у нас, соответственно, это уже, я рисую отклик, отклик в зависимости от времени. Вот если у нас шум возьмет и украдет у нас вот эти вот куски, вот эти куски, а этот кусок зашумит, будет зашумлен вот таким вот образом, то мы не сможем определить ни форму вот этого вот края, не сможем определить, соответственно, величину амплитуды с нужной нам точностью. И вот для того, чтобы характеризовать интегральную характеристику таких систем, мы вводим дополнительные аналитические параметры, аналитические характеристики, которые мы называем динамический диапазон и разрешающая способность. Итак, сначала про разрешающую способность, потому что она по жизни вам ближе и лучше знакома. Разрешающая способность – это отношение величины измеряемого сигнала к минимальной разнице величин, которые могут быть измерены при помощи данной измерительной системы. Что это для нас означает? Ну, проще всего разрешающую способность иллюстрировать на примере спектральных измерений. Вот там, когда вы делали лабы по оптике, то, соответственно, вы строили оптические спектры как зависимость интенсивности излучения от длины волны. И, соответственно, вы наблюдали, например, там две оптических линии. У одной, соответственно, максимум на величине лямбда 1, другой на величине лямбда 2. И для того, чтобы наблюдать эти линии раздельными, наблюдать эти линии разрешенными, для этого необходимо было иметь прибор, у которого разрешающая способность равна лямбда, деленная на лямбда 2 минус лямбда 1. Или же это записывается как лямбда, деленная на дельта лямбда. Ну вот для тех измерений, результат которых представляет собой что-то двумерное, разрешающая способность ввести достаточно просто. В том случае, если измерение является одномерным, ну, здесь требуется небольшое интеллектуальное усилие, но об этом, я думаю, вы поговорите, когда придете на семинары. Надо же о чем-то разговаривать на семинарах. Вот, это значение разрешающей способности, то есть минимальную разницу в измеряемой величине, которую мы можем детектировать при данном значении измеряемой величины. Значит, есть еще одна проблема, которая возникает в измерительных системах. Это проблема, связанная с возможностью одновременного измерения маленьких и больших величин. И вот для того, чтобы иллюстрировать возможность измерительной системы работать одновременно с маленькими и большими величинами, вводится понятие динамического диапазона. Динамический диапазон – это безразмерная величина, которая равна отношению максимально измеряемой величины к минимально измеряемой величине. Вот, по определению у вас на слайде прям так и записано x максимум к x минимум. Вот, однако, однако, очень часто этой самой минимально измеряемой величиной является порог обнаружения, который находится где-то на уровне шума. Поэтому часто динамический диапазон записывают как отношение максимально измеряемой величины к величине порога обнаружения. Есть еще некоторое количество измерительных характеристик, нам уже пора заканчивать, бежать на перерыв в другую аудиторию. Вот, есть еще какое-то количество, не какое-то, а некоторое количество аналитических характеристик, которые вводятся как характеристики объекта измерения. Вот, это характеристики чаще всего связаны с размерами объекта и со временем измерения. Соответственно, это пространственное разрешение и временное разрешение. Итак, пространственное разрешение – это, соответственно, величина минимального участка, от которого необходимо получить сигнал для того, чтобы преодолеть порог детектирования. Ну, к примеру, если у нас, там, мы занимаемся исследованием светимости какого-то тела, исследованием светимости какого-то объекта, и у нас есть какая-то поверхность. И у нас есть детектор, есть детектор, который может работать с какой-то величиной, там, у которого порог обнаружения интенсивности равен дельта и нулевое. Ну, в том случае, если у нас по этой площадке размазана светимость как функция, соответственно, координат, то нам необходимо выбрать какую-то площадку, нам необходимо выбрать какую-то площадку S0, интегральная светимость которой превысит порог обнаружения нашего детектора. И вот, собственно говоря, размер этой площадки будет определяться порогом обнаружения детектора. Вот, а для того, чтобы, соответственно, определить размер этой площадки, нам необходимо, соответственно, проинтегрировать соответствующую функцию. Правда, я здесь записал уже на автомате интенсивность. Здесь, конечно, должна быть светимость площадки. Вот, то же самое касается времени измерения. То есть, если у нас есть какая-то величина во времени, меняющаяся во времени, и она достаточно небольшая, то там, если у нас есть детектор, при помощи которого мы можем накапливать измеряемую величину, то, соответственно, нам необходимо в течение какого-то определенного времени накопить величину для того, чтобы перейти порог детектирования. Для того, чтобы перейти порог детектирования. И это означает, что нам необходимо интегрировать сигнал в течение какого-то времени для того, чтобы порог детектирования преодолеть. И отсюда у нас возникает ограничение на минимальное время измерения или же, которое можно назвать еще по-другому, временным разрешением. Ну вот, собственно говоря, уважаемые коллеги, до чего мы должны были дойти, а именно формально ввести аналитические характеристики измерительных систем. Подробно на семинарах, на задачах с примерами вы это дело обсудите. Вот, что хочется напоследок сказать. Пожалуйста, не путайте чувствительность пороха обнаружения и функцию преобразования, а также динамический диапазон и диапазон измеряемых величин. Это отличает людей, которые ходили на физметоды, от людей, которые в это время чем-то другим занимались. Все, спасибо за внимание. На сегодня все. В следующий раз будет беспредельно интересная тема, которая будет о следующем. А именно, так сказать, есть система, есть воздействие, есть отклик. Теперь берем, соответственно, воздействие у нас становится неким источником. Отклик мы детектируем при помощи некоторого детектора. А, соответственно, между источником и детектором у нас возникают некоторые линии, при помощи которых мы должны сигнал протащить. Протащить от источника до системы, а от системы потом протащить до детектора. И вот, собственно говоря, последующие две лекции у нас будут посвящены разговорам о том, как цепи передачи сигнала будут влиять на сигнал и каким образом эти самые цепи нужно правильно конструировать. Вот, это, собственно говоря, будет уже в следующий раз. Так что следите за объявлениями и приходите к нам на лекции. Все, спасибо за внимание. Продолжение следует...